В этом году Симферопольской администрации предстоит много работы в сфере социально-экономического развития, ремонта дорожной сети и благоустройства. Например, уже сейчас решается один из главных вопросов столицы – мусор. Полигон твердых бытовых отходов в микрорайоне Каменка был законсервирован. Теперь его ждет рекультивация. Это позволит улучшить экологическое состояние города. Основным событием 2017 года в части улучшения экологического состояния города явилось закрытие полигона ТКО в Каменке, а также завершение работ по разработке проектно-сметной документации по рекультивации полигона ТКО, а также получение положительного заключения главгосэкспертизы проекта и сметной стоимости объекта строительства в рамках реализации первого этапа федеральной целевой программы социально-экономического развития. Сейчас властям приходится вывозить мусор в Белогорский район. Взамен планируется строительство мусоросортировочного завода. Он будет временным и проработает до тех пор, пока не будут созданы кластеры полноценной мусоропереработки. До тех пор бытовые отходы способны заражать окружающую среду. Однако с очисткой природных ресурсов, например, воды, специалисты справляются. Над предприятием постоянно внедряются прогрессивные технологии очистки и обеззараживания питьевой воды. Используются новые типы дренажно-риспределительной системы и фильтрующих загрузок водоочистных фильтров. Современные реагенты более безопасны для здоровья потребителей. Есть с водоснабжением в Симферополе и проблемы. Например, трубопровод на улице Генова, который представляет собой решето, говорит глава администрации. В любой неожиданный момент коммуникация может окончательно сломаться и оставить без воды половину города. С дорогами, к счастью, все куда лучше. Только на ямочный ремонт власти намерены выделить 17 миллионов рублей. Сейчас мы купили каток, должны еще, будем купить маленький асфальтовый гладчик для тротуаров. И пойдем целенаправленно работу по обработке города. Производство тротуаров, значит, с ремонта или заново их делать. И ямочные ремонты. Ну, ямочные ремонты, это, условно, не просто такие небольшие ямки, а такие карты большие примерно, чтобы привести город в нормальное состояние. За эту работу будет отвечать муниципальное бюджетное учреждение «Город». Власти набирают штат, но уже сегодня в МБУ трудится около 400 человек. Конкретно дорогами занимаются порядка двух сотен. Восстановление ждет и улица Пушкина. Это вторая очередь глобальной реконструкции, которая проходила в прошлом году. На ее проведение власти выделили 51 миллион рублей. Вместе с ней отремонтируют и часть улицы Горького. Там где-то плитка провалилась, что-то почистить, поделать. Газоны и уже два перекрестка у нас будут сделаны нормальные, люди могут гулять, работать. Мы улицы все подрезали, вы видели, в общем-то, навести порядок с этим, и с освещением, с фасадами где-то. И уже приводить все в нормальное состояние, как это должно выглядеть нормальный город. Кроме облагораживания центральных улиц, Симферополе предстоит реализация программы комфортной городской среды. К ней относятся благоустройство придумовых территорий, дворов и зеленых зон столицы. Так, например, дворы некоторых симферопольских многоэтажек уже пережили восстановление. Также были реконструированы парки и скверы, например, Семинарский и Айвазовских. Никита Егоров, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ.